Пик заболеваемости гриппом прогнозируют в середине января. Подъем по ОРВИ ожидают уже в октябре. В школах и детских садах родители сегодня пишут отказы и согласия на прививку от гриппа. Как идет вакцинация, смотрите далее. Коридоры детских больниц пока не забиты очередями. По словам врачей, пик заболеваемости начнется в середине января. По данным областного Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ в регионе на сегодня низкий. Подъем ожидается уже в октябре. У кого нет медотвода, призывают вакцинироваться от гриппа. На сегодня уже привилось почти 12% населения области. На 26 сентября в Архангельской области сделали прививку 131 386 человек. Из них за счет средств федерального бюджета привито 99 569 взрослых и 27 970 детей. За счет средств из других источников привито 3380 человек. За аналогичный период прошлого года в регионе сделали прививку 31 719 человек. Из них 22 155 взрослых и 9564 ребенка. В школах и детских садах родителям вручают такие бланки. Ребенка никто не будет вакцинировать, если родитель не даст на это письменного согласия. Так как ребенок сейчас находится на больничном, соответственно медотвод будет около месяца. Я думаю, что мы не успеем в календарь. Поэтому в этом году мы, конечно, без прививки будем. А вообще, если бы не болел, гейлолюб? Ну, вопрос, конечно, такой он, мягко сказать, сомнительный для меня. Но, скажем, наверное, все-таки нет. Почему? Ну, будем рассчитывать на свой иммунитет. Сделали в прошлом году ребенку в садике. За всю зиму не болел так часто, как остальные дети. В период эпидемии гриппа была легкая простуда. Привившимся от гриппа медики не гарантируют стопроцентной защиты от вируса. Однако обещают, что заболевший перенесет грипп в легкой форме. Мы всегда за вакцинацию. Прививка, вакцина, которая сейчас поступает в детскую больницу и которой мы прививаем детей, Гриппол плюс, она отечественно, она очень хорошо себя зарекомендовала. По словам врачей, альтернативы прививкам на сегодня нет. Только полная изоляция. А всякие противовирусные средства в каплях, таблетках и свечах – средства с недоказанной эффективностью. Мыть руки с мылом, не контактировать с больными, не посещать массовые мероприятия в период эпидемии и прививаться. Только так можно снизить риски заражения вирусами. Михаил Брюхов, Валентина Приходько, Александр Зятлев, Вестник Северодвинска.